Привет всем, кого интересует, как продвигается строительство нашего дома. Сегодня я уже имею возможность приветствовать вас из своей гостиной. И ничего, что гостиная выглядит вот так. Но я уже практически расставляю мебель. Здесь у меня будет стоять роял, здесь у меня будет стоять диван. Прошло два месяца. Два месяца с того момента, как мы начали копать котлован. И вот за два месяца что произошло. Прогресс такой. За два месяца вырыли котлован, залили подложный бетон, залили фундамент. Вокруг периметра фундамента прокопали еще один такой трап и сделали дренаж. То есть проложили дренажную трубу, засыпали это все граммем. И отлили полностью подземный этаж. Подземный этаж это наши подземные гаражи и большой подвал. А в процессе работы мы, значит, несли еще небольшие изменения в проект. То есть решили не закапывать то, что нужно было там закопать. И передвинули немножко стенку. И таким образом увеличили площадь нашего подвала еще там на 50, по-моему, метров. Все это, возможно, стоило нам это 300 лево заплатить архитектору. Архитектор внес за два дня буквально изменения в проект. И вот, значит, у нас теперь подвал увеличился еще. То есть, не знаю, надо придумывать. То ли, слушайте, я не знаю, может этот выращивать здесь коноплю, что ли. Потому что очень большой подвал получается. Ну, лучше больше, чем меньше. Так что вот за два месяца мы вылезли из-под земли. Мы вышли на уровень нулевой. Так что я вот уже нахожусь буквально на поверхности земли. Так он выглядит, наш подземный этаж, который уже почти готов. Осталось только гидроизоляцию и теплоизоляцию там по бокам сделать на стены. Но ступенечки уже есть и двери в гараж уже есть. Так что вот так вот выглядит дом через два месяца после начала строительства. Осталось только придумать, что сделать из этого огромного подвала. Потому что весь вот этот вот периметр у нас, это подвал. Ну и два гаража. Я теперь вот жду идей, предложений, чем заняться. То ли грибы выращивать, то ли коноплю выращивать в этом подвале огромном. Так что пишите у кого какие мысли из своего опыта. Давайте, жду.